Ждем Дмитрия Терлея. Дима! Дорогой мой человек! Привет! Как я рад тебя видеть! Сколько лет мы уже не общались, друзья! Ну, порядочно, да. Порядочно. Не помню когда. По-моему, крайний раз я был у тебя на радиометрикс в эфире. Это, наверное, был крайний раз, когда мы общались. Да, это было года три, наверное, назад. Ну, да. Наверное, да. Ты прекрасно выглядишь. Я наблюдаю за твоей динамикой спортивной. Сколько тебе бегаешь? И как давно? Ты знаешь, я сейчас не бегаю, вот, потому что сейчас скользко. Холодно. Дело даже не холодно, а скользко. Вот. И у меня я пробежал, ну, с ноля абсолютно, там, за 25 лет ни разу не пробежав. У меня был рекорд десять километров. Так я старался бегать каждый день и бегать, да, бегать в удовольствие. Десятки-то немало. Да. Итогом, да, итогом вот этого всего было серебро ГТО по моей возрастной этой категории. Вот. Ну, и все. На этом я закончил. Сейчас я в зал иногда что-то делаю. Вот. Но уже, наверное, я порядочно не бегал. Очень хочется, но мне просто страшно. Не, ну, обладая моей массой, я прям боюсь. Вот. Я побегал немножечко с щеночком, но щеночек, там, выдерживал километр максимум, когда с то времени щеночек тоже успел подрасти. Сегодня, собственно, ты меня застал за прогулкой. Я гулял на старом аэродроме заброшенном с собакой. Я видел прекрасный, прекрасный вид вообще, да. Читаю, тут связь, да. Нет, все супер, все, я тебя прекрасно слышу, я все вижу. Дмитрий, скажи, пожалуйста, вот, когда мы с тобой очень активно общались и делали много разных ивентов, представляешься, техника докатилась до того момента, что мы с тобой, сидя дома, делаем прекрасный ивент, онлайн-трансляцию, там, фактически, у нас своя телестудия, вот, и ты в гостях, или я у тебя в гостях, даже не знаю, мы друг у друга, в общем, в гости. То есть техника дошла очень далеко. Ты меня слышишь? Как слышно? Все хорошо? Дима? Я тебя практически не слышу. Я слышу обрыв твоих фраз, вот, и слышу твой периодический смех. Это да, это я слышу. А сейчас? А сейчас? Нет. Сейчас не слышишь меня? Так. Видимо, телефонные боги каким-то образом не благоволят прямому эфиру. Нашему эфиру, да. Так, ну, а сейчас ты меня слышишь? Как? Мы тебя слышим хорошо. Я тебя очень хорошо слышу. Я слышу только твой запрос. Там, слушай, меня слышишь? Нет, не слышу. Но я тебя слышу очень хорошо. Я вижу тебя делать будем. Я могу тебе попробовать еще раз позвонить. Вот, теперь я тебя, я тебя прекрасно слышу. Все. О, все, отлично. Вернемся к теме. Мы заявили тему, как когнитивное моделирование будущего. Что это такое вообще? Почему вдруг ты? Как? И наоборот, не вдруг. Что это? Ну, я так думаю, что именно темой когнитивного моделирования будущего мы убили большую часть аудитории, которая хоть как-то хотела посмотреть на двух бородатых мужчин в прямом эфире. Вот. Особенность в чем? Что когнитивное – это ничего такого страшного. Это вот понятие разум. Давай уберем в следующий раз слово. И будем просто говорить про моделирование будущего. Так, я тебя опять плохо слышу. Что ж такое? Махни мне рукой, что ли, если ты меня слышишь хорошо. Вот так скажем. Все, все хорошо. Все. Продолжай. О, отлично. Прекрасно. Супер. Так вот, когнитивное – это понятие разум, да, вот понятие мышления, в принципе. Собственно, когнитивный моделирование – это такой термин, который сочетает в себе с одной стороны, ну, некое понимание инструментов, с помощью чего мы это делаем. С другой стороны, он очень четко обращает внимание на ведущую роль разума, в принципе, на успешность в деятельности человека или объединенной группы людей. В моей практике есть, условно, пять факторов, которые существенным образом влияют на надежность деятельности человека, ну, в любой деятельности. И наиболее важным, наиболее… Да. Дима, ты меня слышишь, да? Буквально один вопрос. Вот когнитивное моделирование будущего. Моделирование будущего – для чего? Когда для простых людей, для каких-то богов, для чего? Нет. Все дело не для чего, а почему. Так вскоре будет… Да. Все дело в том, что мы познаем эту действительность с помощью моделей. Вот. Мы упрощаем действительность, которую воспринимаем, и делаем модель некую. И для чего мы упрощаем эту действительность? Для того, чтобы ее понять и научиться управлять. Это свойство человека в принципе. Вот. Причем, если совсем уж… Ну, мы, может быть, сегодня будем говорить о каких-то таких вещах, которые, может быть, не совсем привычны для аудитории, но они абсолютно обыденные, если в них вдуматься. в частности, есть понятие действительности и есть понятие реальность. Действительность – это то, что происходит вокруг вообще, да? А реальность – это то, что мы воспринимаем от того, что происходит. То есть часть. То есть часть действительности, да? Да. Абсолютно правильно, да. И каждый из нас живет, ну, условно, в такой вот… В своей реальности. Да. В объективной такой вот, субъективная реальность. Сразу вопрос. Я правильно понимаю, что если я живу в своей реальности, а ты живешь в своей, даже смотря на одно и то же предмет, наши реальности могут не совпадать? Да, абсолютно правильно. Могут не совпадать. Это зависит от ряда условий, начиная от особенностей органов восприятия. Например, кто-то из нас может быть дальтоником или слабослышащим или слепым. И как бы другой видящий или хорошо слышащий или воспринимающий цвета не объяснял, что такое апельсин, человек, который лишен условно этих особенностей восприятия, его не поймет. Он может только принять, допустим, мнение другого человека, но понять до конца не сможет. Окей, вопрос. Вопрос. Это понятно. Смотри, но когнитивное... Давай так, я уберу. Моделирование будущего. Есть у него какое-то практическое применение для таких людей простых, как я, например, не как ты? Для меня это может иметь какое-то практическое значение? Так видишь, все равно все люди это делают. Мы так иначе, начиная от вот этих вот форумов, типа там «100 желаний» и заканчивая просто «Напишите на бумажке, сожгите, размешайте в шампанском, выпейте». Это и есть создание будущего? Конечно. Мы моделируем, так или иначе предвосхищаем события в своей жизни. Мы зададываем, мы мечтаем. Ты собрал самые интересные способы, как делать бумажку, «100 способов» сжечь бумажку в шампанском, и написал свое имя, и написал «Это мой способ создания будущего». Видишь ли, я... так получилось, что я с 17 лет изучаю такое явление, как человек. Вот. Мне, в принципе, человек и разум человека с практической точки зрения и с точки зрения исследователя. Вот. Он мне всегда был интересен. Причем мышление человека, разум человека примитивно к его деятельности. Вот это вот основная, наверное, история, которая меня интересовала, ну вот, прямо вот давно. И то, что я сделал, вот этот метод когнитивного моделирования, это фактически мой взгляд на точный расчет траектории движения человека из истории сейчас, вот из того, что мы воспринимаем сейчас, в некую историю потом. И моя задача... Да. Давай, хорошо. Нет, я услышал слово «точный расчет». А что, в моделировании будущего есть возможность точно рассчитать? Да. Ну, да. И получается, ты точно можешь рассчитать из точки А в точку Б движение человека? Да. из... Ну, да, это звучит забавно. Я же тебе говорю, что я могу рассчитывать время, время достижения человеком или группой людей той цели, которую они хотят достичь. Ну вот, здесь же вопрос всегда, ну, что такое точно, да, вот, но я могу объяснить те цифры, которые получаются в результате построения модели. То есть, я... Тебя взяло подписку, что ты не будешь никому рассказывать? Я не нужен, ты знаешь, это, ну, это такая история, вот, что пока я не нужен. Отчасти то, что было, то, что я умел делать, было нужно в Центре подготовки космонавтов, где я, собственно, занимался прогнозированием надежности, да, вот, а так, это нужно бизнесу, причем это нужно бизнесу, вот, которому это очень нужно. Слушай, так, получается, что это можно и про бизнес, и про страну даже, например, ты можешь скогнитировать моделирование будущего России на ближайшие пять лет? Более того, я могу тебе сказать, что если собрать людей, которые принципиально влияют на положение дел, да, круто, то есть, если это люди, которые принципиально влияют на ход событий, я могу с группой этих людей рассчитать какие-то истории, вот, и даже посчитать вероятность, насколько те события, к которым они идут, они вероятны. Слушай, круто, ну, давай чуть-чуть сузим наш вектор, и сейчас здесь я пригласил ребят из группы, с которыми я занимаюсь, мы формируем персональную стратегию, и я сказал, что у нас будут гуру, которые, как бы, настолько глубоко в теме формирования будущего, что, как бы, вот, их послушать просто одно удовольствие. Тебя практически сейчас нигде не слышно, не видно, вот, ну, ты скрываешься специально, чтобы тебя не разорвали на эти мелкие кусочки, потому что все хотят будущее. Расскажи нам, вот, как можно, используя твой метод, действительно спрогнозировать свое будущее? Такая хорошая, интересная история. Ведь есть же, ну, условно простой способ, вот, а есть способ, ну, условно-словный. Простой это про шампанское опять? Как ни странно, да, простой способ это про шампанское, это тогда, когда ты с собой абсолютно искренне и откровенен, и ты делаешь только то, что ты считаешь для себя правильным и верным. Но в ста процентах случаев мы теряем этот навык с течением времени. Вот, кто-то из нас выходит в мир уже с абсолютно потерянным этим навыком и восстанавливает его всю жизнь. Вот, но в любом случае обществу люди не нужны вот такие, нужны люди предсказуемые, управляемые, то есть абсолютно такие самостные люди не нужны. Вот, и вторая история, наверное, которая критическим образом влияет на выбор простого пути, это влияние других людей, то есть учет, да, учет других реальностей или учет контекста, из которого движется человек, это вторая история. Слушай, да, да, мне вот это вот очень понравилось, знаешь, влияние других людей. Например, я сегодня планировал прям серьезно посидеть, позаниматься, поготовиться. У меня заболели дети и все, моя подготовка. У меня там в Питере на 13-14 будет большой тренинг, я его готовлю. И что ты думаешь, я готовлю, убираю, но я сегодня закрылся в комнате, вот так я сопротивляюсь этому будущему. Ну, смотри, тут же еще история в предусхищении событий каких-то, да, потому что у нас два есть стиля, есть проактивный, есть реактивный. Реактивный, реактивный это событие прилетело, ты на него как-то реагируешь, причем прилетело неожиданно, а есть проактивный, когда ты предусхищаешь события. Вот если бы ты хотел предусхитить в своей жизни события, там, подготовиться качественно к мероприятию, ну, условно, или там, ну вот, тебе нужно было заблаговременно, понимая, что у тебя есть маленькие дети, условно, да, уехать, например, на сутки в ГЖИЛ, ну, как вариант, первое, что в голове. Отличный день, я в следующий раз так и сделаю. Ну да, и, собственно, оттуда уже возвращаться было бы проблематично вот такое вот, то есть, ну, это вопрос проактивности и в весах. Окей, итак, я заметил три вещи, которые влияют на возможность построения будущего. Это откровенность и честность с самим собой, влияние других людей и предвосхищение потенциальных событий. Дима? Я очень честно и преданно смотрю в монитор, потому что я опять тебя не слышу. Сейчас? Слышишь? Прекрасно, я тебя слышу, да. Три момента. Откровенность с собой, влияние других людей и предвосхищение событий. Ну, нет, предвосхищение событий это просто инструментарий, это инструментарий. В большом счете две, да, это способность быть откровенным с самим собой и способность преобразовывать, противостоять с неким внешним обстоятельствам или внешней среде. Ну, то есть, другим людям там и так далее. То есть, это вот две большого счета составляющиеся. Четко понимать, чего именно, в какую именно я историю хочу идти, потому что все, что у нас есть сейчас, начиная от болезней и заканчивая имуществом, которое у нас есть, люди, занятия, это не просто так. Ну, то есть, это нам зачем-то нужно из всего, из того, даже из негативного, то, что у нас есть, формируется некий вес истории сейчас. Вот, и нужно быть до конца честным с собой и откровенным, то есть, честным и честным до конца, да, то есть, что такое искренность, это быть честным, а откровенность, это быть честным, ну, на полную катушку до конца. Это то, что нам нужно, вот, по каким-то причинам. Как приятно с умным человеком не расходовались на то, чтобы он бездумно сопротивлялся внешнему окружению, чтобы лавировал между какими-то историями, которые его окружают. Окей, я знаю, что эта технология сверхсекретная, никому неизвестная и за семью печатями, но сегодня ты мне пообещал, что мы немножко приоткроем завесу тайны. Что делать? С чего начинать? Ну, как вариант, ты знаешь, когда, сказать, на правах рекламы можно обратиться ко мне в самое простое, что мне нужно в голову. Супер! А можно какой-то вот такой лайт-тест-драйв? Ты знаешь, дело не в лайт-тест-драйве, наверное. Если вообще что делать, ты имеешь в виду... Ну, смотри, у меня есть программа для работы с подростками, с подростками, и они немногим отличаются от работы с молодыми специалистами, это студенты, например, старших курсов. И мы начинаем с ними работу, я начинаю с ними работу с того, что я прошу их сформировать некий успешный сценарий своей жизни. Ну, то есть то, как они себя видят, вот, понятие счастливую жизнь свою, успешную жизнь, что их окружает, с кем они работают, как они встречаются, то есть вот именно тот же, понимаешь, как, если брать аналогию, у нас есть история сейчас, она обладает каким-то, и мы тяготеем в этой истории. Есть история потом, которую мы хотим прийти, и у нее тоже есть определенная сила тяготения, нас в ней еще нет, но история уже есть, и нас окружает бесконечно множество таких вот историй, мы выбираем одну какую-то. А насколько важно ее создать и тянуться к ней? Принципиально важно, ну, потому что движение, ну, есть, условно, свобода от и свобода для, так вот, свободы от без свободы для не бывает. А что такое свобода от и свобода для? Ну, ты хочешь бросить курить, и ты хочешь получить свободу от курения, условно, так вот, просто так курить-бросить не получится. Не получится просто так похудешься, просто так найти работу у тебя, ну, какую-то там твою, найти человека, условно, встретить. У тебя должна быть какая-то причина это сделать, и эта причина должна быть как минимум равновесной тому, почему ты куришь, почему ты ешь, почему ты в токсичных отношениях с каким-то человеком, или почему ты один. Это свобода для. А он, наоборот, пошел от того, что насколько может стать прекрасная жизнь без курения. То есть не запугивать последствиями, а показать перспективы, возможности. Это про это? Да, абсолютно, это про это. Угу. Это фиксироваться, когда мы работаем с человеком, не на том, чего он не умеет, не на том, чего у него есть. А на том, что у него есть, то, что он имеет. И это развивать потихонечку. То есть выходить в работе с человеком на том, что у него получается хорошо с маленьким человеком. Вот здесь примерно то же самое. Нам очень важно понимать, для чего именно мы стремимся туда. И это для чего именно не должно носить такой, знаешь, мета-характер общий, ну типа там для счастья. Это для счастья должно быть очень здорово персонализировано для человека. Потому что если спросить человека о том, что ты прокомментируешь свое сегодня, человек достаточно четко проговорит про сегодня. И важно, чтобы он не менее четко проговорил про свое завтра. Ну вот, что ты хочешь завтра. Хорошо. А вот что-нибудь еще, какой-нибудь секретик можешь дать для тех, кто очень интересуется своим прогнозированием будущего? Как вот, может быть, где-то можно найти, почитать твою методику, что-то сделать, потом обратиться к тебе за помощью. Или мы можем, например, я могу пригласить тебя, как пресс своего гостя в нашу студию или к нашу группу, где бы там, может быть, провел мастер-класс о том, как ей пользоваться. А может быть, ты хочешь, чтобы люди раздавали методику. Да, мы можем с тобой там условно поговорить о каких-то вариантах, когда можно будет говорить о методе, в принципе. Вот. Секретов-то на самом деле здесь никаких нет. Здесь действительно то, как я говорю. Потому что формируется некое условие для перехода из истории сейчас в историю потом. Вот. Оно формируется за счет, ну, создания некого веса той истории, к которой мы идем. И расчета вероятности событий, да, насколько то явление, там, та реальность, к которой мы хотим прийти, насколько оно вероятно. В этом есть немножко физики, есть немножко математики, есть немножко психологии. Вот, ну, никакое сочетание. Ну, вот. Секрет на самом деле все очень просто. Здесь же есть одна умолимая вещь, что все то, что дошло сейчас исторически до нас, все книги по успеху, по успешному успеху. Они же все абсолютно правы. То есть, если взять любую... То есть, любая книжка, она работает? Любая книжка работает, да. Важно лишь следовать тому, что там написано. Вот. А вот в этом основной секрет. То есть, как быть приверженным тому, что ты хочешь делать. Потому что, возможно, из там ста написанных книг сто для тебя не подойдут. Ну, просто эти инструменты для тебя не подходят. Тебе важно оставаться приверженным. Во всех книжках это, ну, условно, идет красный заглавный буквой. Быть приверженным себе. Быть приверженным своим целям. И искать, да, искать пути для достижения цели. В этом, наверное, основной секрет. Фильм «Секрет» про основной секрет. Ты меня слышишь? Да, я, да, слышу, да. Я услышал для себя очень важную вещь. Мне очень понравилось, и я обратил на нее внимание. Надо придавать вот этой потенциальной возможности, отнесенной туда в будущее, какой-то большой вес. Как это сделать? Наполнять ее каким-то там весом? Я опять тебя слышу с прерыванием. Ты мне что, вес, ты услышал историю с весом, историю «Потом» придавать? Да, то есть как вот этой истории «Потом» придавать вес, когда ты находишься в истории здесь? Она же где-то там. Ну, я давай, я, в общем, понимаю твой вопрос, потому что связь прерывается постоянно. Смотри, ты представляешь себе, что такое мячик для гольфа? Да. Ну, вот как он выглядит. Это такой шарик с пуклостями. Я тебе махаю головой, чтобы ты идешь, и я понимаю. Мячик для гольфа. Да. Эта фигура называется брана. Физики утверждают, что мы живем как раз-таки на поверхности браны, и вот наша реальность – это одна из пуклостей вот таких. Можно провести очень условно такую параллель, да, что вот наша реальность вот сейчас с каждого из нас является такой вот в пуклостью. Эта в пуклость – это условный вес тех отношений, которые у нас есть сейчас. Это наши работы, это наш опыт, это наши люди, которые нас... В общем, все то, что наше. Причем неважно, какое оно, позитивное или негативное, заметьте, это очень важно. Неважно, как в этой реальности может быть некомфортно, но нас могут обвинять в этой реальности. У нас могут быть люди в этой реальности, которые могут говорить, ты виноват в том, что я такой, ты мне должен, ты там еще что-то, и вешать на нас вот маленькие гильки этих маленьких обезьянок. И этот вес, наш вес, да, мы в этом сейчас, он будет вес достаточно большой. Дальше у нас где-то, неважно где, есть еще одна в пуклость такая, да, это история потом, в которую мы хотим прийти. Я сейчас условную модель весую, да, понятно, что это можно сказать, но я просто модель весую. И вот у нас есть две вот такие вот, такие две штучки. В движении из истории сейчас, вот из этой вот ямки, да, в историю потом есть два горизонта событий. Горизонт событий – это такая точка, пройдя которую, собственно, человек или группу людей, что бы они ни совершали, их действия будут незначимыми относительно действия некого, да. То есть первый горизонт событий, нам нужно вырваться из истории сейчас. То есть пройдя этот горизонт событий, что бы мы ни делали, как бы мы ни пытались вернуться назад, назад вернуться уже не получится. То, что в неговарианте носит название «сжечь мосты» условно. Ну, это не «сжечь мосты», это просто уйти от тяготения истории сейчас. И второй горизонт событий – это та точка, пройдя которую история потом нас увлечет. То есть что бы мы ни делали, но предпосылки будут таковы, что мы по инерции уже попадем вот в эту вот вторую историю потом. Так вот, моя задача, как специалиста, ты нарисовал два вражника маленьких. Да, вот здесь и чашку. Нарисуй лифчик уже, это будет больше всего похоже. Ну, типа того, да. Ну, просто вот нарисуй две чашечки, как у лифчика женского. Вот это история сейчас, это история потом. Это будет понятнее. Это сразу все стало. Соответственно, моя задача, как специалиста, который занимается счетами траектории, первое – это рассчитать условно усилия, которые человеку нужно приложить для того, чтобы покинуть историю сейчас, чтобы его не разорвало. Ну, то есть здесь действуют два разнонаправленных вектора. Первый вектор – это вектор, который действует в одну сторону, тяготение не дает человеку выйти, а второй вектор – это тот вектор, который, это вектор стремления человека, который хочет вырваться из этого. Вот очень важно, чтобы эти два вектора не разорвали человека, чтобы не было травмы, чтобы он никого не травмировал сам, вырываясь из этого всего, чтобы это движение было экологичным. И вторая моя задача, как, ну, нет, даже их две, вторая задача, как специалиста по расчетам траектории – это сохранить его в процессе движения. Знаешь, у американцев есть такая фраза «in between» называется. Ну, то есть «in between», когда он еще не здесь, но уже и не тут. «Mежду». Сознанить его в этом движении. И третье – так рассчитать вектор движения, вот баллистический, чтобы он его привел именно в ту реальность, в которую он грезил. Не в соседнюю какую-то, а именно в ту, в которую хотел. И вот таких вот задач у меня. Соответственно, нам важно понимать по поводу весов, что когда мы формируем историю потом вот этими местами желаниями, неважно чем, инструментов полно, какие хочешь. У меня есть свои инструменты, которые очень далеки от инструментов «карта желаний», «100 желаний», «шампанское», «сжечь» и все такое. Но принцип такой же. То есть сформировать полновесные истории, чтобы было тяготение истории потом. Димочка, что ты пожелаешь людям, которые никак не могут выйти из привычной ситуации, и которые их эта ситуация не отпускает, но они хотят что-то поменять? С чего начать? Я тебя фантастически не слышу. С чего начать? У тебя сейчас такое замершее лицо, такое вот, такое, сосредоточенное. Тебе еще в штурвал прорисовать хочется. Такой штурвал капитана корабля. Слушай, ну, вот ты меня слышишь сейчас? Да, сейчас слышу. Лена Грешнева. Леночка, привет Нурсултану. Она из Казахстана, сейчас работает там, развивает бизнес. Пишет, что это новая профессия. Мастер траектории персонального движения. Ну, спасибо, хорошо. Я не против. Пожалуйста. Дима, вопрос. Я себя назову. Да, давай. Что ты порекомендуешь людям, которые бы хотели изменить настоящее, но не знают, с чего начать? Но им очень хочется куда-то. Вообще просто. Начни начать с себя и начать со своей физической формы, и начать со своего, ну, с фактически-физического состояния. Потому что мы начали с восприятия, вот, и, собственно, наше восприятие тем полнее, чем полнее наша жизнь. Наша полнота нашей жизни начинается с соматики, с физического состояния, да, поэтому начать с себя, с своей физической формы в первую очередь. Дальше через физическую форму переходить в социальную форму свою. Это вопрос в окружении, вопрос в общении. И дальше, собственно, то есть здесь же чем положительно? С каждым витком улучшений, эти улучшения начинают действовать неким таким сочетанным, синергетическим, коалитивным путем, да, 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 да. В спираль, получается, ты поднимаешься, сначала ты просто делаешь 5 минут зарядку, потом ты начинаешь ходить, начинаешь контролировать питание, начинаешь думать по-другому, позитивно, и потом поднимаешься, и ты почувствуешь, как тебе что-то изменяется. Дима, а используешь ты какие-то методы, типа медитации какие-нибудь или еще что-нибудь? Ну смотри, медитация – это, ну, условно, инструментальный способ повышения осознанности. Осознанность… Что такое осознанность? У нас есть восприятие, а есть сознание. Причем восприятие первичное. Мы даже, находясь без сознания, мы воспринимаем там болевые раздражители, световые раздражители там и так далее. Вот когда восприятие и сознание содружественны, да, вот это осознанность. То есть человек четко воспринимает нечто, синтезирует что-то, да, и выдает. То есть стимул реакции происходит адекватно, условно, да. Вот медитация является одним из инструментов, собственно, ну, такого механистического, что ли, да, инструментального способа повышения осознанности в жизни. Ну вот у меня два процесса медитативных есть. Первый – это флотинг. Вот я периодически, у меня прям сеансы по несколько, ну, в смысле циклы по несколько сеансов флотинга. То есть ты сам ходишь или ты для кого-то проводишь? Что я сам? Ты сам ходишь или ты проводишь флотинг? Ну, не-не-не, я сам прохожу. Нет, я сам прохожу. Нет. Подобных вещей я не провожу. Я специалист по моделированию реальности. А способы внутри модели человек выбирает сам. То есть каждому свое. Здесь вот тут уж точно от одной практики до другой. Честно, столько наколбасило, что нет, я не провожу ничего. Человек сам выбирает. Я помогаю выбрать. И мы, когда строим модель, я строю модель из контекста человека. Я принимаю все от юрведы до абсолютного нигилизма и безверия и все прочее. Пожалуйста, у каждого свой взгляд на этот мир. Моя задача – максимально точно выставить траекторию движения человека или группу людей, организации. Супер. Спасибо тебе. А второе, что я использую, я использую во время бега медитацию, потому что бег очень хорошо способствует вхождению в такой медитативный ритм, врушению мыслей. То есть вот этого ненужного цветного водопада мысли он убирает и очень хорошо чистит. Вот это флотинг. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое. Было круто. Вот просто я получил колоссальное удовольствие от общения с тобой. Ты меня слышишь? Я пытаюсь тебя услышать. Ты сейчас слышишь меня? Окей. Я надеюсь, что ты меня слышишь. Поэтому мне очень хочется тебе поблагодарить. Окей, я услышал. Да. Я очень хочу тебя поблагодарить за то, что ты сегодня был со мной в прямом эфире. Я в любом случае договорюсь с тобой и попробую тебя пригласить в нашу закрытую группу, где мы там занимаемся построением персональной стратегии, чтобы, может быть, ты был неким таким, как бы, знаешь, супервизором тех идей, у которых у людей рождаются. Я думаю, что мы с тобой в любом случае найдем способ, как это повзаимодействовать. Я желаю тебе успеха, чтобы твоя техника, технология была колоссальной. Ребята, нажимайте сердечко, чтобы у Димы все сложилось, и он был самым популярным, самым известным, самым богатым человеком, который умеет когнитивно моделировать будущее. Спасибо тебе большое. Я тебе тоже искренне желаю. Мне очень радостно видеть, как ты движешься. Это очень круто. Это вдохновляет. Правда, это здорово. Спасибо, дорогой. Обязательно созвонимся после эфира. Тебе тоже большое спасибо. Я с удовольствием приду, куда бы ты меня не пригласил, там, в группу закрытую. И вообще, собственно, я с тобой, помнишь, как в фильме, брат, по-моему, это во втором было брать, брат Парелику с тобой, да хоть в Африку. Поэтому с тобой я рад абсолютно. Все. Супруге большой привет и поклон. Пока. Хорошо. Спасибо. Пока. Ох, друзья, это был прям огненный эфир с Дмитрием Терлеем. Мы заходим в такой период прямых эфиров. Я уже практически достиг благотворенности с очень интересными людьми. Что самое интересное нас ждет на неделе? В среду будет радио Медиаметрикс. Я пригласил Андрея Парабеллума. Человека, который стоит у основ вообще интеллектуального саморазвития. Мы будем с ним говорить о том, почему и как важно развиваться человеку. В среду вечером утром у меня будет эфир, потом САПСАН в Петербург. И вечером уже из Санкт-Петербурга будет эфир с Вадимом Дозорцевым, который расскажет про персональный брендинг. Как сегодня нужно строить персональный бренд, как нужно себя упаковывать, продавать, двигать и все. В общем, а впереди много-много разных договоренностей на прямые эфиры с очень интересными людьми. Друзья мои, всего всем хорошего. До свидания. Ставьте лайки, чтобы сегодня ваш вечер сложился. Всем добра, всем любви. С вами был Роман Дусенко. И мы с вами говорим о персональной стратегии человека. Почему это так важно? Почему так важно действительно знать, уметь фантазировать, быть честными с самим собой, ставить себе цели, достигать цели, придавать этой цели вес в будущем, чтобы она притягивала вас туда максимально сильно. Всем пока. Прекрасного вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова